Всем привет, с вами Диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunds TD-6. И в этой серии я буду выполнять испытания, которые у меня уже просили несколько зрителей. Сейчас как раз вы увидите комментарии, которые писали мои зрители и просили суть этого челленджа заключается в том, что мне надо пройти любую карту на сложном уровне сложности и при этом я смогу использовать всего одну обезьяну. То есть в зависимости от раунда мне видимо придется ее как-либо менять, чтобы успешно пройти тот или иной раунд. Для этого же мне пригодится фотография, которую я сейчас попробую прикрепить вам в видео, чтобы вы заметили. Это такая подсказка, которой я буду пользоваться и заключается она в том, что показывает какие шары пойдут на каком раунде. И это действительно нам очень сильно пригодится в прохождении игры. Я даже уже в принципе выбрал карту, это кубизм. Хотя, ну давайте действительно ее попробуем. Как по мне она будет тут самая такая нормальная, потому что тяжело в самом начале-то как-либо что-то сделать. Главное, что только одна обезьяна. На начальном этапе мы поставим одну нашу бесплатную обезьяну. Будем пока ее в принципе вкачивать. Проблем у нас никаких не должно возникать. На первом раунде всего... А, у нас сразу же третий раун... Ой, сразу же четвертый уже. Так, давайте тогда немного я уж прокачаю. Потому что мы, по крайней мере, как мне кажется, до двадцать... Сейчас даже посмотрю. До двадцать седьмого раунда можем спокойно играть одной обезьяной с дротиками. То есть тут не возникает никаких сложностей. А на двадцать седьмом уровне... Ой, на двадцать седьмом раунде у нас уже пойдут первые свинцовые шары. Вот для этого же нам, конечно, понадобится огонь какой-нибудь. И я так думаю, что я поставлю обезьяну мага и прокачаю ее на вторую линию. Потому что это будет очень полезно. А пока, наверное, будем просто копить до меткого стрелка. И наш обезьян с дротиками, в принципе, сейчас вообще спокойно справляется на девятом раунде. Уже даже десятый. На десятом раунде аж сто два синих шара. Я, честно, даже не знал. Я сейчас впервые... Точнее, как я уже когда-то находил эту фотографию. Может быть, она для вас тоже будет полезна. Чтобы хотя бы, знаете ли, видеть. Но как-то не обращал внимание, какое количество и какие шары идут на каком раунде. Единственное, что я запомнил, так это то, что двадцать четвертый раунд это камфляж. Двадцать восьмой раунд это свинец. Строковой раунд это моап. Ну, конечно, еще шестидесят, восьмидесятый сотый это и девяностый. Потому что там разные виды дирижаблей тоже появляются. Их я уже по опыту как бы запомнил. А насчет других я даже как-то и не знал в принципе. Поэтому мы будем узнавать сейчас все с вами вместе. Тем временем уже пятнадцатый раунд и мы вообще накопили до меткого стрелка. К счастью, наша обезьян с дротиками пока что вообще спокойно справляется. Так, немного трудность пошла, но в принципе все нормально сейчас. Так, смотрим что да как. Так, тем более сейчас не будет проблем. Вообще в идеале можно будет как-нибудь потом накопить на мастера арбалета. Ведь он не такой дорогой. А как бы тут написано легко уничтожать шары большинства видов. А мне единственное что интересно большинства видов это какие. Какие виды он уничтожает. Вдруг он какие-то на самом деле не трогает. Поэтому в этом плане конечно не легко будет. Но мне так кажется он должен там свинец пробивать в принципе. Как я помню, по крайней мере мастер арбалета на это способен. Потом будем смотреть, ждать. Уже двадцать пятый раунд. Двадцать седьмой я наверное пока буду убирать автостарт. Чтобы мы потом успели поставить нормально мага. Потом же замену надо будет делать. Так, этот раунд мы еще так пройдем. Проблем возникать никаких не должно. И тем более сейчас у нас большое количество денег. А большое количество денег это конечно же хорошо. Так, вот ставим. Как бы нам сделать то? Я бы наверное вот здесь поставил. И буду надеяться что он будет именно... Ой-ой-ой, не поставил еще одного. Что он будет свою огненную волну. Стену именно вот сюда где-то встать. Да, и то есть она будет захватывать сразу же две линии. Это будет очень удобно. Так, временно можно автостарт убрать. Точнее как включить наоборот. Потому что если так посмотреть, то до сорокового раунда будут идти только те шары, с которыми у нас как бы не должно быть проблем. Единственное что я заметил так это то, что на тридцать восьмом раунде появляется два керамических шара. А вот я не знаю справляется ли обезьяна маг с ними. Если что-то можно будет сделать обязательно некроманта. Чтобы была как дополнительная мощь. Подождите. Офигеть. Я забыл совсем про фиолетовые шары. Так, читерим как можем. А вы понимаете, я в этот момент вообще на картинку смотрел. Она у меня на телефоне была открытая. Я сидел довольный такой. Так, тридцать второй раунд. Ага, тридцать второй раунд. Тогда вот всё. Прости, мы тебя удаляем. И нам конечно надо будет опять его поставить. Мастера аропалетов. И поставим этот, уберем автостарт и что будем сами контролировать. В принципе нажать на кнопку это не очень уж и тяжело. Так, всё с фиолетовым мы тут хорошо всё справились. Тридцать третий у нас не должно быть проблем. На тридцать четвертом будет просто очень много шаров. Как бы проблем тоже никаких не должно быть. Тут уж сто шестьдесят жёлтых шаров. И шесть шаров типа зебра. Конечно нелегко будет, но у нас обезён с дротиками типа круто. Главное, что ещё и денег копит. Так, вот надо будет думать вот действительно. К тридцать седьмому раунду. То есть у нас ещё вот этот следующий раунд обезьян с дротиками побудет. Но на следующем раунде мы будем её заменять. На другую обезьяну, потому что там пойдёт свинец. На свинца. Так, всё, продаём теперь её. Так, со свинцом. Вот ты же у нас можешь со свинцом справляться. Может попробовать снайпера? Давайте посмотрим. То есть если вот так вот сделать. Не знаю, мне нравится очень сильно эта прокачка. Может он будет спокойно всех уничтожать. По крайней мере здесь нету прям нереального количества шаров в этих раундах. Поэтому снайпер должен спокойно их уничтожать. Вот к сороковому раунду. Там уже пойдёт первый мап. И надо будет что-нибудь придумывать против него. Вот знаете какую-нибудь супер обезьяну ставить. Так. Немного опасно. Ну не, в принципе нормально. Снайпер хорошо совсем идёт. Керамика. Так, да, с керамикой он спокойно справляется. Тридцать девятый раунд. Здесь тоже у нас должно быть всё хорошо. Так, и к сороковому раунду у нас будет примерно тысяч двенадцать. Может, да, где-то даже двенадцать с половиной. Ну да, тринадцать. Почти. Так. Так. И как раз сейчас будем смотреть, кого бы нам лучше тут поставить. Если тебя ставить, то что нам делать? Это, конечно, дорого всё будет. Шесть тысяч. Семь тысяч. Десять тысяч. Десять тысяч ещё. Ой. Это нам действительно будет очень дорого стоить всё. Поэтому. Поэтому. Поэтому я вообще захотел поставить абзинас, который не лучше. Как. Вы даже не представляете, как я хочу сейчас нескольких поставить. Прям вот вообще. Можно, короче, попробовать пока что снайпера. Опять же таки поставить, но прокачать его вот так вот. Вот. И ещё вот так вот сделать. Я не знаю. Пока просто посмотрим, что да как будет. А, всё? Ну что ж ему ап? Ничего себе. Так. Ну зря, наверное, сорок первый раунд начал. Потому что тут он навряд ли справится. Да, он тут явно не справляется. Поэтому давайте перезаходим. Мы всем можем это позволить. В этом нет ничего ужасного. Так. Главное, что с сороковым раундом мы справились уже. И теперь мы опять продаём. Единственное, что мне не очень нравится всё это продавать. Так как... Денег-то меньше становится. У нас было почти тринадцать тысяч. Сейчас уже десять. Десять семьсот, если быть точным. Так. Я бы попробовал поставить обзиана некроманта. Куда-нибудь вообще вот сюда. Потому что в ближайшее время, мне кажется, она будет тащить. Если так посмотреть, то там в ближайшие раунды больше не собирается идти маабы. Только на пятидесятом пойдёт следующий. И мне интересно, как он будет пробивать керамические шары. Как раз мы это увидим на сорок третьем раунде. Так. Сорок первый. Вот сейчас мы прошли вообще спокойно. Потому что взя на маг, это действительно, это что-то. Так. И керамика. Сейчас у нас будет керамика. Ох, как она легко справляется. Это очень здорово. Может мы на принца тьмы накопим? Если мы накопим на принца тьмы, мне кажется, мы будем бессмертными. Так. Только вот единственное, мне сейчас ещё будет интересно. На сорок пятом раунде пойдут фиолетовые шары. И как будут фиолетовые справляться? Точнее, как будет обезьяна, некромант справляться с ними? Послушайте, а справляются нормально. То есть, всё-таки эти вот шары очень хорошо дамажут. Это меня безумно радует. Поэтому можем спокойно идти вплоть до пятидесятого раунда. На нём мы уже поставим паузу и подумаем, что да как нам дальше делать. Потому что там пойдут обычные шары и ещё два моба. И после чего уже они будут почти без остановки идти. Это, конечно, немного пугает. Так. Сейчас вот будем смотреть, что да как у нас вообще будет. Да, всё-таки с фиолетовыми, к счастью, мы можем справиться благодаря этим шарам. И огненная стена ещё даёт свои плоды. Причём очень хорошие. Так, если мы продадим один некроманта, получим пять с половиной тысяч. Плюс у нас уже шестнадцать с половиной тысяч есть. Ещё сейчас получим немалое количество денег. Представляете, на этом раунде идёт аж 343 зелёных шаров. Это очень много. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что это действительно много. Вот, знаете, вот сейчас как обидно из-за того, что нам не хватает всего четыре тысячи до принца тьмы. То есть, если бы мы купили этого принца тьмы, мне кажется, было бы прям очень круто. А так давайте сейчас думать и экспериментировать. Может, давайте для начала просто я так запущу. Посмотрим, есть что ли в нём. Как вообще он будет дамажить. Так, ну слушайте, первый мап пробил. Мак, причём нормально вообще. Офигеть. То есть, и второго он может так пробить? Да, так он ещё и пробил. Пятьдесят первый раунд. У нас тут не идут молбы. Тут идёт керамика и радужные шары. Здесь мы будем тогда копить на принца тьмы. Может, мы его действительно прокачаем. И тогда вообще всё будет у нас хорошо. Так. Почти накопили. Во, всё. С мобами точно не должно быть каких-либо проблем теперь. Да, в принципе, у нас теперь не должно быть каких-либо проблем. По крайней мере, я буду на это надеяться. Тем более, посмотрите, какой у него невероятный радиус. И скорость атаки это вот вообще. Так. Давайте ненадолго включим автостарт. Потому что, как я думаю, у нас сейчас не должно возникать каких-либо проблем абсолютно. Так. Давайте идите. То есть, он керамику одними тычками уничтожает. Это очень здорово. Сейчас как раз увидим нашего обезьяного мага во всей красе. Я, конечно, всегда знал, что вот как бы принц Тимы это очень сильная обезьяна, что она очень хорошо справляется с мобами. Но так она ещё и тычками своими наносит невероятный урон. Так. Главное, знаете, сейчас не устоять и ещё кого-нибудь не поставить, так как у нас уже накопилось почти 11 тысяч монет. Тем временем у нас уже 58-й раунд. И скоро нас ждёт красный гирий жабри. Ну, мы к нему готовы. Принцам тьмы мы вообще его должны легко уничтожить. Во, и против этих мы готовы. Так, давай, всё, сейчас ты быстро уничтожишься. Он одними тычками, посмотрите, какой ему урон наносит. А тут сейчас вообще разлетелся. Так что первый раунд. Тут уже 5 мобов пойдёт обычных. И так они, конечно, будут набирать свои обороты. И всё больше и больше будет. Поэтому я даже и не знаю на самом деле, сможем ли мы продержаться все 80 раундов одним принцем тьмы. Или же надо будет больше. Ой, точнее. Или же надо будет кого-нибудь другого поставить. Ну, вот то, что как бы я понимаю. Если мы выполним это испытание. Мало того, что как бы его предложили мои зрители. И я выполнил их просьбу. Так ещё и за это дают вроде бы секретное достижение. Единственное, что мне интересно, так это то, что достаточно пройти 80 раундов или всё-таки 100 надо. Я как-то не гуглил насчёт этого. Я поверил и всё. Тем временем у нас, кстати, уже 22 тысячи монет накопилось. А если принца тьмы продать, то это 25 тысяч ещё будет. То есть мы накопили уже практически 50 тысяч. А 50 тысяч это очень большие деньги. Можно будет, знаете, если что попробовать поставить дротикомёт. Потом до беда. Мы должны, скорее всего, на него успеть накопить. Но я, на самом деле, пока не очень уверен, стоит ли нам действительно это всем всё делать, всё выполнять. Может быть, нам этого хватит. 130 тысяч урона нанёс. Принц наш. Невероятный. Я так рад, на самом деле, что я на 50 раунде решил всё-таки оставить мага. Не поменять на кого-то другого. То есть, а вдруг повезёт? Ну и вот, и реально. И оказывается, маг спокойно может справиться. Некромант самый обычный. Поэтому мы сейчас можем продолжать копить. 70 раунд там, конечно, выглядит немного устрашающе. А, у нас сейчас 70 раунд. И пока он не выглядит устрашающе. Он на той картинке выглядел страшнее, чем наяву. Как вы знаете, тут 10 муабов, которые уничтожаются в мгновение ока. Кто же это может сделать? Конечно же, наш принц тьмы. Очень жаль, что, ну, действительно, для достижения надо всего одну обезьяну использовать. То есть, на карте, чтобы была, я бы ещё так поставил бы шиповый завод на бесконечные шипы. Это тоже было бы круто. Вот так бы мы 100% прошли. А тут вот, приходится подумать немного. Попотеть. Хотя, на самом деле, мы думали в самом начале. Сейчас уже как бы не так всё сложно. И это здорово. Я этому рад, что не надо так бояться напрягаться. Почти 40 тысяч накопили. А принц тьмы уже за 200 тысяч урона нанёс. Паутина тут, конечно, это вот, видимо, из-за хэллоуинского события. Кстати, завтра хэллоуин. 31 октября же хэллоуин проводится. Напишите в комментариях, отмечаете ли вы его как-нибудь, знаете, наряжались, наряжаетесь ли вы вообще какие-то костюмы во время хэллоуина. Могу сказать только про себя то, что когда я учился в школе, мы пару лет даже отмечали хэллоуин. Прикольно довольно-таки. Ещё в колледже, кстати, у нас на уроках английского мы тоже там проходили хэллоуин. Хэллоуин довольно-таки интересно, мне всё нравится. И у меня даже есть грамота за лучший костюм на хэллоуин в нашей школе. Это мы с мамой сшили костюм призрака из простыня, представляете? Просто была ненужная белая простынь, и мы вечером сидели. Ну, конечно, она сшила, но инициативу-то я произвел, вроде бы. Я, на самом деле, уже что-то ничего не помню. Но в итоге получилось прикольно. Я сейчас, конечно, смотрите, такой, ну что это вообще такое? Но память-то хорошая, и грамота есть. Конечно, грамота бесполезная. Ну да ладно, самоутвердиться как минимум можно. Так, 53 тысячи у нас уже есть в кармане. Помимо этого, как бы вот обезьяномак у нас ещё сколько стоит. И я понимаю, что это уже 79-й раунд. Если мы 79-й раунд проходим, то мы запросто проходим 80-й раунд. Потому что на 80-м раунде у нас будет всего один такой. Дирижабль зелёненький. Вот именно он сейчас идёт. И я надеюсь, мои дирижабли его размотают. А урон-то, кстати, ему неплохой прям наносится уже. Хотя он ещё по главной линии обороны не прошёлся. Где как раз все мои шары обитают. Так. Во. И им сейчас ещё одновременно это урон большой будет наноситься. Так. Фух. На самом деле всё вообще нормально. Так, давайте продолжим вольную игру что ли. Посмотрим, мало ли, надо всё-таки побольше раундов выжить. Я сейчас как раз посмотрю, что тут по шарам. Сейчас будут муабы идти. На следующем раунде опять муабы. Красные причём всё это время будут идти. Так. Потом у нас пойдут шары керамические плюс муабы. Муабы, 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 муабы. Вот следующее тяжёлое прям испытание это точно будет на 90 раунде. Поэтому я даже не знаю, сможем ли мы дожить до него. Так. Мне бы интересно было бы вообще вкачать его на самом деле. Тёмный мастер. Мне кажется, он круто бы наносил урон. Пока у нас, конечно, в принципе, и наш этот... Обзянамах устраивает. Нам просто обязательно надо, чтобы... Как бы с комфляжем сражались все. Стреляют мощными лазерными зарядами. Поэтому даже не знаю. Здесь что, всё пройдёт нормально. Пока вроде бы всё идёт абсолютно как бы спокойно. Может быть, мы даже накопим на суперобезиану, у которого посередине линии. Но для неё, как минимум, надо, наверное, 1130. Да, наверное, если так посмотреть, правда, где 1130 надо. А у нас от силы... Ну вот сейчас уже 100 тысяч есть. Если мы продадим обзиана одну. Так. Восемьдесят пятый раунд. Нас ждёт два таких моба. Это, кстати, опасно. Если мы тогда с одним-то еле как справились-то, в принципе... Может, здесь что-то опаснее будет? Хотя, ладно, им хотя бы одновременно урон наносится. Но если мы не будем проходить, то я попробую успеть нажать на настройки и перезайдём, и я пробую использовать суперобезиана. Слушайте, здесь реально что-то всё плохо у нас. Прямо абсолютно. Нет, давайте попробуем перезайти. Поначалу я думал, что у нас всё очень даже хорошо идёт. А сейчас что-то я этого не замечаю. Даже, кстати, не обратил внимание, дали ли нам какое-то достижение. По-моему, нам ничего не дали. Или дали. Так. И вот единственный у меня вопрос. Что бы лучше ему вкачать? Наверное, я бы ему всё-таки вверх вкачал. Чтобы он лазером ещё нам тут выстреливал. И будем смотреть. И что, его ведь можно передвигать? Будем пробовать это. О, как он хорошо урон по ним наносит. Так. Первую уничтожимся, причём уверенно. И вторую уничтожимся. Нормально. Так. Они ведь, я как понял, ещё суперобезиан замедляет их. Во время того, как он стреляет своими сюрикенами. Это очень здорово. Всё-таки не зря он поменяли. Но сейчас нас ждёт четыре таких дирижабля. Зелёных. И он одновременно их так пробивает. Причём очень круто. Офигеет. Вау. Он совсем справился. Конечно, тяжело было. Жалко, что у нас, знаете, двадцать шесть тысяч, а не двести шестьдесят. Сейчас бы легенду о ночи бы купили. И жили бы и не тужили, на самом деле. Сотый раунд бы мы, наверное, точно бы уж прошли. С такими силами. А урон-то он, правда, очень большой наносит. Правда, я понимаю, что если мы потом продадим тёмного мастера и будем ставить обычную суперобезьяну посередине, то это будет очень тяжело. В том плане, что даже денег мы намного меньше будем получать. Точнее, как, в обыток мы пойдём. У нас сейчас девяносто тысяч всего. Ну, девяносто шесть, девяносто... Ну, почти сто тысяч короче. А надо ещё минимум тысяч двадцать. А на девяносто пятом раунде нас будут ждать свинец. То есть мы можем попробовать пройти девяносто пятый раунд. И надо ещё пройти девяносто девятый раунд. И если мы вот их пройдём, то на сотом раунде мы попробуем поставить суперобезьяну, которая вкачана посередине. Ну, правда, на девяносто пятом раунде будет очень сложно, и я... Я там уже в нас есть, честно, не верю. Там прям реально всё уж слишком плохо. Это какой раунд? А, девяносто третий. Ну, тут всего шесть обычно. С шестью, кстати, мы справились-то спокойно. А на девяносто пятом раунде пойдёт их тридцать. Тридцать — это уже немало. Тридцать — это уже опасно. Так... Да тут уже, если честно, даже уже опасно. Сколько же их тут? Уничтоживай, пожалуйста. Уничтожил стул. Ой-ёй-ёй. Ну, тут да, всё, мы проиграли. Ну, если честно, я даже не старался толком остановить, но потому что это уже было реально тяжело. Я понимал, что мы бы другого ничего поставили то, что смогло бы справиться. По крайней мере, на мой взгляд. Так, отправляемся домой. О, достижение-то есть какое-то. Так, выиграйте игру на сложном уровне, имея на экране не более одной башни за раз. Вау! То есть мы реально всё-таки выполнили это достижение? О, тут ещё куча этих книжек даётся. Откройте ежедневный сундук 365 раз. С учётом того, что я его открыл где-то 100 раз только. Уничтожайте укроплённые шары или муап 5 миллионов раз. Старайтесь избегать мгновенных уничтожений и снятия укрепления. Ужас, как сложно. Придайте 1 миллион денег в совместном режиме. Понятно. Так, в режиме чимпанзе. Надо будет как-нибудь попробовать, кстати, уже пройти. А тут даже 15 карт. Зато какая награда. А тут вот 5. Вау, реально. Что-то мне так захотелось их пробовать проходить. А на этом, наверное, я буду заканчивать серию. Я надеюсь, она вам понравилась. С вами был Диктофон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!